Сахалинские юниорки из областной сборной по пулевой стрельбе стали участницами двух состязаний высокого уровня. Первенство России и международных соревнований в Словении. Сборная команда сказана, конечно, сильно. По нормативным требованиям, лишь две спортсменки до 19 лет смогли выступить на этих турнирах. Контрольный норматив – это требование не ниже первого спортивного разряда для возраста до 17 лет и не ниже кандидата в мастера спорта для 96-го года рождения и моложе. Ряд участников не попали в команду, ну то есть планировалась еще одна девушка из-за Нива, но, к сожалению, она не смогла поехать, потому что у нее не было заграничного паспорта. Соревнования в Словении, несмотря на заграничные паспорта, едва не пропустили и Анастасия Трищенко с Елизаветой Фомкиной. В аэропорту выяснилось, что самолет, на котором должна была лететь наша команда, не предназначен для перевозки оружия. Поэтому сахалинкам пришлось сменить самолет на автобус. В итоге они пропустили тренировочные дни. Результаты. Из 21-й участницы 11-е место у Елизаветы Фомкиной и 17-е у Анастасии Трищенко. Она, кстати, стала самым юным стрелком соревнований. Причина неуспеха кроется в электронных мишенях. При стрельбе по ним учитывается каждый миллиметр отклонения от идеального центра. Попадание туда приносит 10,9 очков. А вот на первенстве России возможность попрактиковаться была. Там были установки. А здесь в серии у нас не установки. Другие мишени. И я первые три тренировки, когда стреляла, мне было очень тяжело, потому что новые мишени, новые оборудования. Я прям стреляла, я не чувствовала свой выстрел. Только потом уже через несколько дней я поняла, как оно действует. И к своему старту я подготовилась на тренировках. По итогам трех серий на первенстве Анастасия набрала 391,6 очков. Побила личный рекорд. Правда, этот результат стал десятым с конца в списке из 91 участницы. А вот у Елизаветы результат на порядок выше. Рекорд области в 407,8 очков и 11 место. Но когда юная спортсменка услышала свой результат, у нее на глазах выступили слезы отнюдь не радости. Не хватило всего две десятые до разряда мастера спорта России. Потому что первую серию могла, не могла, а провалила ее немного, выстрелив с нее 100 очков и 7 десятых. Потому что, смотрю, пробные, когда стреляли, шли десятки, десятки. Ну, из 15 выстрелов у меня, наверное, выпало всего две девятки. А когда начали зачетные выстрелы, то сразу первый выстрел был 9, и последних два тоже 9. Елизавета Фомкина рассчитывает все-таки добить две злосчастные десятых балла уже в январе. Если не подведет финансирование, она поучаствует в чемпионате России, а вслед за ним вновь на первенстве РФ.